Бум! Всем привет, наши маленькие и большие любители Point Blank'а! Наконец-то мы врываемся в эфир спустя 20 минут прослушивания музыки. Это просто экшен, но коллектив Regret просто проказники. Они до сих пор не собрались в полном составе. Но я так потом залез к ним в квоту на арене, посмотрел. Их там всего 4, но они вчетвером вот только-только собрались в одной комнате. Это просто... мы прождали очень долго. Но да ладно. Сегодня у нас продолжается наш Dreadnought. Собственно, это уже полуфинал. Также будет финал. Будет он проводиться по принципу Best of 3. Ну и, собственно, открывает наш сегодняшний боевой вечер два коллектива. Это коллектив Unexpected и коллектив Regret. Ну а для вас сегодня работаю я, Максим Чейв. К сожалению, один ни шустрого, ни громчика нету. Где-то эти проказники гуляют. Ну да ладно. Я сегодня с вами и понаблюдаем мы за месивом наших коллективов. Ребята введут черк. Так, давайте посмотрим, что у нас отлетает. DC упала. Люкс тоже вылетел. Метро вылетело. ПБ вылетело. Багдад. Так, ну и пока что все. Как-то, ребята, не особо активно проводят черк. Давайте я к вам запрыгну на чат твича. Привет, ребят. Я не знаю, либо у меня твич подзавис немного, либо все в действительности так. Но у вас 12 человек уже. Спасибо, что вы прождали эти 20 минут просто сидя под музыку. Но, к сожалению, я здесь бессилен. Я не мог никак, ребят, подогнать. Вот, собственно, приходит уже Мэтт Доктор, судья матча. Ну и ребята сейчас будут наказывать их потихоньку-то помаленьку. Ну, пришел-вышел, разобрался. Значит, сейчас уже будут начинать. Окей. Что у нас на чате твича? Я смотрю, уже подтягиваются болельщики UnExpected. Ну, посмотрим, как ребята отыграют. Но если коллектив Regret будет играть вчетвером, то, как бы, у коллектива UnExpected даже ладони не вспотеют. Парни будут играть просто спокойненько, не напрягаясь. Ну, а также, я не знаю, как Regret поведут себя сегодня. Может, они подтянули как-то свои тактики или что-то еще придумали новое, изучили своего соперника. Ну, конечно, это навряд ли, но тем не менее. Также я вижу на чате твича норму зон. Спасибо. Я старался, но, блин, вот это вот последнее обновление в ВКонтакте меня просто убивает. Оно ничего не... Никак это обновление не оптимизировано. Вот просто невозможно слушать музыку. Вот идет как бы аудиоареацию, нормально. И потом, оп, одна музыка не работает. Вторая, третья, четвертая. Ты сидишь, как дурак, листаешь эти аудиозаписи и думаешь, какая же музыка у тебя будет дальше работать. Ну, боже, ну... Ладно, окей, сейчас у меня ВКонтакте сейчас в поинт-бланке. Посмотрим, как ребята отыграют. В принципе, будут они играть вчетвером, я так понимаю. Алло. Так. В общем, ребята уже прибегают к таким мерам, что все, давайте фастом. 30 минут прошло. Действительно, я соглашусь сейчас с инэкспектедами. То, что время прошло уже слишком много, оттягивать дальше нельзя. Ребят, либо начинайте вчетвером, либо же, ну, тут как бы техническое поражение, ГГВП, пиши, пропало. О, окей, есть у нас уже небольшая готовность. Ну, и давайте пролетимся по ростерам наших команд. Unexpected. Это Jay-Z, Юрген, Зяба, Робби и Куэс. Далее, Регрет, Рико, Реплейс, Оверун и Репер. Рипер, скорее. Да, Рипер. Окей. Jay-Z, пикни ему, типа, эй, ты, фраер, давай, жми. О, Оверун проснулся. А, ну, и, собственно, будем начинать. Робби, готовность, квиз, готовность. Кстати, мапа, наблюдательный пост. Эм, этой мапы я уже давненько не видел. Ни на турнирах, ни на пабликах. Ее играют на мастерах, как бы. Ну, и то так, не особо любят. У нас заходит что-то, даже не полная комната. Ну, посмотрим, как ребята отыграют сейчас на балл-дабл. На ВВГ, кстати, иногда выпадает. ВВГ, ГВГ. Выпадает эта мапа. Ну, посмотрим, как парни будут действовать. На такой мапе, вчетвером, в меньшинстве, ну, как-то, ребятам, будет совершенно не камильфо. Пошла у нас уже движуха под миддл. Посмотрим, как парни будут отыгрывать. Работа на аквариуме у нас имеется. Прочекал Рико Юргенса. Прокис сейчас пойдет под слово. По-любому реплей, тем временем, выдает опен-фрак по Зяби. Замечательно. Квиз работает у нас от офиса. Пытается поймать своих визави через дым. Пока что это не удается. Никто к нему в гости не идет. А Верун решает про Аркадий. У нас все-таки миддл. Ну, и за это поплатился. Верун дал минус по Джейзи. Но залетает ответка от квиза. Рипер. Неплохой хэдшот по Робби. Далее идет перестрелка на меду. Минус по реперу от Юргенса. Замечательно. И Рико остается в одинокого. Против двоих своих визави. Это Юргенса и Квиз. Но здесь уже имеется поджим от Юргенса. 102 хп на счетчике этого парня. И 31 хп у Рика. Пошла работа. Но здесь Юргенс оказался сильнее. Ну и, собственно, первый раунд уже в копилке коллектива Unexpected. Молодцы, ребята. Но, как бы, один раунд это пока что не показатель. Будем надеяться то, что парни соберутся. Ну и какое-то хотя бы противостояние мы будем наблюдать на данной карте. Итак. Квиз. 132 хп на счетчике этого парня. По-прежнему отрабатывает у нас через офис. Прокиды делает с помощью подствола. Нашил уже немалое количество своих оппонентов. Можно бы сказать, что всех так немного потрепал. От Джейзи залетает неплохой опенфраг в голову по реплейсу. И Зяба готовится принимать свои эквизари на решетке. Но пока что здесь никого нету. И парни совершенно не ожидают этого захода. Зяба залетает в аквариум. Есть неплохой минус. Ну и, собственно, будет ли это триплкилл. Да, пошла работа. Ну что ж, неплохо, неплохо. Триплкилл, даблкиллл был. Прошу прощения. Ну, Зяба молодцом. Это второй раунд в копилке коллектива Unexpected. Посмотрим, что парни будут делать далее. Как они будут передвигаться. Будет ли аркада наблюдаться от коллектива Unexpected. Давайте посмотрим за Зябой. Где этот проказник. Вот, собственно, уже проаркадил воду. Ну и будет заходить в спину. Атрика залетает опенфраг по Робби. Замечательно. Посмотрим, что у нас будет далее. Пока что коллектив Regret уравнивает ситуацию по игрокам. Но парни совершенно не подозревают, кто находится у них за спиной. Зяба зачекал реплейсом. Пошла движуха. Дуалы не спасает. Но есть уже информация по Зябе. Зябе сейчас придется быть более аккуратным. Ну, пошла работа. Аверун принимает в упоре своего визави. Пошла переселка. Юргенс попытался в нее мешаться. Аверун оформляет даблкил в этом раунде. Посмотрим, будет ли это трипл. Да, ставит хэдшот по своему оппоненту. И квиз остается 1-1 против Аверуна. 132 хп на счетчике квиза. И 108 хп на счетчике Аверуна. Заряжает по столу. Пытается прощекать своего визави на решетке. Не получается. Ну и посмотрим, что же будет делать у нас квиз. Аук А3. Рус в его руках. И у Аверуна Аук. Чемпион. Замерли. Все в ожидании. Эть, Аверун. Слишком большой зад отъел. Не пролазишь. Ну, пока что у квиза, конечно, нет никакой информации по его оппоненту. Но время тикает. Далеко не в пользу Аверуна. Надо ставить плейнт. Чекает каждую точку. Ну, собственно, прошел уже на альфу. Установка планетайя сейчас уже будет производиться. Ну и посмотрим, как Аверун сможет отстоять точку. Так, у нас квиз работает, собственно, через хт-спаун. Нет. Вот, пошел дефьюз. Аверун не добежал. А нет, добежал. Но зря, зря подался в сам плейнт. Если бы не залетал в коробку, то, собственно, были шансы отыграть против квиза. Но нет. 3-0 в пользу коллектива Unexpected. Пока что никакого сопротивления не наблюдается. Но, собственно, чего и требовалось ожидать. Это, как бы, ну, 4 против пятерых. И пятеро еще на обороне. А потом еще и в атаке тоже вчетвером придется сдерживать пятерых. Но такое дело. Не в самой выгодной ситуации. Ребята, трекер-то залетает. Опенфрак по Юргенсу. Замечательно. Вот сейчас парни играют на равных. Пошла перестрелка. Рипер ставит неплохой хатшот по Джейзи. Квиз. 132 хп отыгрывает от офиса. От рел. Релапс. Прошу прощения. Заедаюсь я в никреймах. Ну, ладно, окей, не суть. Пошла движуха у нас уже на мидо. Там квиз находится в офисе. Пытается как-то остановить это передвижение. Особо не получается. 35 хп в запасе остается у этого парня. Ну и релапс выдает неплохой минус по квизу. Зяба остался один. Ну и отрика словила плевуху на мидо. Неплохо, неплохо. Первый раунд в копилке коллектива. Регрет. Ну что, пошло сопротивление. Кстати, сыграли ребята этот матч просто в сухомятку. Не потеряли ни одного бойца. Но посмотрим, простят ли им такой матч коллектив. Unexpected. Но здесь парни ожидают какой-то агрессии. Квиз отыгрывает по-прежнему от офиса. На прострелок пытается забрать своего оппонента. Не удается. Юргенс поджал опять мидо. Работает у нас на шахматах. Робби на решетке. Зря играет так очень шумно. Рико пытается поражать. Но, собственно, поплатился своими хп-шками. Боже, Рико эпик фейл. Ну ладно, ладно. Посмотрим, что у нас будут делать тиммейты Рико. Пока что закрылись возле аквариума. Просто пытаются что-то сделать. Кстати, от релапса залетает неплохой минус по Робби. Зяба кидает минус в ответку. Пошел Аркадий. И Зяба сможет ли забрать Аверуа. Нет, не удается. Но оформил и так даблкил. Ой-ой-ой, не вовремя перестрелка. И тут просто закабанили. Свежий кабанчик у Юргенса. Замечательно. Ну что ж, это 4-1. Ну, есть, конечно, у коллектива. Регрит все шансы еще на то, чтобы отыграть как-то первую половину матча. С минимальным разрывом от своих оппонентов. Но пока что, мне кажется, ни они, ни мы в это не верим. Ну, окей. Есть у нас движуха на Мидо. Здесь опять же Робби пытается как-то противостоять. А Зяба-то шалун в спину. Да, сейчас бы в спину не попасть. Закосил одного своего оппонента. Ну, второго. И здесь выходит уже третий. Суа-93 парный. Пошла перестрелка. Зяба залетает. Даблкил. Робби минус по Рипперу. И Джей-Зи вовремя подоспел к своему тиммейту. На помощь 44 хп осталось у Зябы. Но, тем не менее. Опять просто пропустили Зябу. Спокойно сделал поджим по воде. Зашел в спину, но коллектив Регрет научились на собственных ошибках, собственно. И уже чекают как-то потихоньку в воду. А Зяба залетает. Опенфрак с гранатой. Рика неплохая баночка по Зябе. Робби вылетает просто на тест-паун, можно сказать. Ну, и огребает от релапса. Так, еще мне тут крестеть будут всякие. Отключаем телефон. Посмотрим, что у нас тут будет происходить. Далее Юргенс на уверенности попытался в Солянова раскрошить своих визавини. Тут-то было минус. Джей-Зи попытка отомстить увенчалась неудачей. Квиз пытался еще что-то сделать. Забрал релапса, но в ответочку залетел свинец по этому парню. Окей. 5-2. Ну, что, будет ли это 5-3, может 5-4, но первую половину матча коллектив Unexpected отыграли на ура. А Трика залетает, уже опенфрак по квизу. Уравняли парня и ситуацию по игрокам. Сейчас могут играть на равных. Собственно, ХП у всех, ну, было, по крайней мере, у всех на равных. Релапс огреб свою порцию свинца. Ну, и посмотрим. Есть у нас уже движуха на меду. Там релапс. Попытался противостоять Юргенсу. Также Зяба на приеме сидит у нас на шахматах. ХЕ-шка отлетает. Ну, что, попрощались с релапсом. Посмотрим, что будет далее. Рипер хоронит своего визавиета Ря... Зяба? Ряба хотел сказать. Окей. Рико, 120 ХП. Пытается как-то противостоять Джей-Зи. Рипер опять же дает неплохой минус по Робби. Юргенс залетает просто на мидл. Похоронил двоих своих оппонентов. Ну, и Джей-Зи неплохая банка по Рико. 6-2, дорогие друзья. Будет ли это 7-2 или 6-3 до смены сторон? Сейчас мы с вами узнаем. Но пока что никаких новых передвижений от коллектива Юнэкспектед. Ну, и, собственно, от коллектива Регрет мы с вами не наблюдаем. Парни отыгрывают по-прежнему. Но Робби совершенно не подозревает то, что в аквариуме у него находится оппонент. Тут Джей-Зи неплохо холпует Робби. Робби пытается выпасть. Ну, здесь релапс на развороте все-таки дает неплохой минус у А-93. И обе рун с хаевки вычеркивает из этого раунда Юргенса. Зяба и Джей-Зи хоронят двоих своих оппонентов. Риппер пытался как-то противостоять Зябе, но не удалось. 7-2. 7-2, дорогие друзья. Обидно, досадно. Но что теперь поделаешь? Мне кажется, если бы коллектив Регрет находился у нас в полном боевом составе, то парни показали бы более эффективное противостояние, чем вот это вот 7-2. Но, как бы, я не знаю. Пока что на этого противостояния мы с вами не наблюдаем. Игра идет в одни ворота. Делаем смену команд. Ну и, собственно, посмотрим, как парни отыграют на смене. Сейчас они будут работать в обороне. Но, если они не сделают такую грубейшую ошибку, как растянутся по всей мапе, то они, в принципе, могут взять еще несколько раундов в свою копилку. Но если же они будут растягиваться, ставить кого-то в Альфу, Мидл Бетта и так далее и тому подобное, то это все. Это Алис Капут. Пиши пропало. Ребят, больше они в преимуществе толпой зарашить одну позицию, мне кажется, для них не составит большого труда. Ну и, конечно, 3 раунда улетят на из-за чанских в копилку коллектива. You Unexpected. Но посмотрим, может быть, сейчас коллектив Regret приготовит нам что-нибудь вкусненькое на смене сторон и сейчас такая потная катка начнется. Ну, не знаем, не будем загадывать. Ожидаем Аверон. Нет, Аверон уже подключился. Замечательно. Ну и Ай-2 Прогруз. Я тут краем глаза чекнул чат твича. Почему 4 на 5? Ребят, играют 4 на 5, потому что коллектив Regret не подошли к матчу ответственно и у них банально нету еще одного игрока. Ну и, собственно, либо бороться вчетвером, либо они получили бы техническое поражение. Ну, вот, собственно, как я и говорил. Ребята делают грубейшую ошибку. Они растягиваются. Jay-Z огребает неплохую плюшку, но Рика на хаешке сам себя отправляет в космос. Ай-яй-яй-яй-яй. Риппер отыграл неплохо. Оформил минус в этом раунде. Ну и позиция, опять же, уравнена по игрокам. Это 3 в 3. Посмотрим, что будет происходить далее. Юрган 132 хп уже находится в Альфе. В руках у А-93 парные. Имеется перестрелка. Также парни имеют всю информацию по своим оппонентам. Робби у нас уже находится на меду и сейчас будет заходить в спину к своим оппонентам. От релапса залетает неплохой минус по квизу. Дальше пошла работа у нас в Альфу и Юрганс. Боже, что творит? Просто закопал. Всех троих закопал. Ну, ладно, окей. Могильщик. Уговорил. Это 8-2. Ну и посмотрим, что у нас будет происходить далее. Как парни будут действовать. Есть у нас активная работа от Джей-Зи. Давайте за ним понаблюдаем. Ну ладно, здесь уже Юрганс. Также Суа-93. Джей-Зи оформил даблкил в этом раунде. Юрганс не добежал до эпик-центра события. Ну и Рико 120 хп по-прежнему работает у нас от Риспы. И, кстати, это приносит свои плоды в спину. Забирает квиза. Позиция практически уравнена. Юрганс дает минус по релапсу. И, собственно, Юрганс и Робби остаются вдвоем против Рико. Давайте переключимся на Рико. 120 хп в запасе этого парня. В руках Аук-чемпион. Ну и, собственно, будет работать у нас через кладбеты. Откид хаэ производится. Ой-ой-ой-ой-ой, какая баночка залетает от Рико. Но, собственно, видит плейнт. Вижу цель, не вижу преграды. Но посмотрим, посмотрим, как отыграет Юрганс. Собственно, 81 хп. 15 секунд в запасе у Рико. Нет времени разглагольствовать. Надо садиться на дифьюз. Собственно, что он и делает. Слышит уже своего оппонента. Пошла перестрелка. Димф плейнт. Но Рико все-таки наказывает своего оппонента. Но здесь ничего не поделаешь. Этот раунд тоже улетает в копилку коллектива. Unexpected. 9-2. Ну что, довольно коварно отыгрывает коллективы. Ну а что, поделаешь? Что поделаешь? Все для фронта, все для победы. Но посмотрим, что у нас будет далее. Парни у нас начинают уже атаку так же по воде. Тут у нас релапс где-то был. Вот, собственно, этот парняга. Попытался как-то в спину подтянуть зябу. Но нет, зяба так не проймешь. Пятое чувство. Почувствовал то, что... Пятое чувство, кстати, кто не знал, что такое нет? Вот я лично только сегодня открыл шестым чувством почувствовал свою визави. Ладно, окей. Прошла неплохая перестрелка, пока я тут разбирался в сказанном. Ну и, собственно, парни уже играют 2 на 2. Но сейчас бы плейн вдвоем ставить, да, ребят, именно. Плейн установлен. Хаешка залетает просто в никуда. Ну и, собственно, работа у нас будет через решетку. Здесь Jay-Z готовится принимать своего оппонента Reaper. И пошла перестрелка. 40, уже 30 хп в запасе этого парня. Есть движуха. Ну и, собственно, Jay-Z одерживает победу в этой дуэли. Рико, опять же, остается в соло. 41 хп в запасе этого парня. Дым на планету имеется. Ну и Квиз отыгрывает. Опять же, неплохо. Дает минус по Рико. Ну и, молодцы. 3-0. Просто никак не сопротивлялись ребята. Ну, я думаю, здесь было бы очень сложно сопротивляться. Ну, как думаю. Думаю, это и было видно. Как бы дико сложно. Особенно, когда команда перевешивает тебя по количеству игроков, по опыту, по скилу, по тимплейности. То есть, как бы, в этой схватке коллектив Инэкспектед выглядели фаворитами. Ну и, собственно, они одержали победу. Это 10-2. Мы их поздравляем. Ну и выходим с вами на музыкальную паузу. Не могу обещать то, что она будет недолгой. Посмотрим, как отыграет следующий матч. Будут ли там протесты или нет. Ну и, собственно, мы с вами перейдем уже к финалу нашего турнира Dreadnought. И там у нас будут отыгрывать уже точно Инэкспектед. А вот кто будет их соперниками, пока что неизвестно. Но будем надеяться, что месиво будет жестким. Там сейчас в полуфинале борются два коллектива. Это коллектив Five Elements и коллектив Powerful. Кто из них выйдет в финал, тот и встретится, собственно, с коллективом Инэкспектед. Ну а пока что... Музыка. Дорогие друзья, не скучаем. Сегодня для вас работаю я, Максим Чеев. До скорого. Продолжение следует... Продолжение следует...